Приветствую вас и понимаю ваше настроение, понимаю вашу точку зрения. Действительно, вы никому ничего не должны. Вы не должны ни с кем сотрудничать. И делать ничего того, чего вы не хотите, вы тоже не должны. Человек вообще никому ничего не должен. Я это вам специально постараюсь. Чтобы понял, принуждения осуществляются только в рамках закона. А беда вся в том, что, боюсь, вы не очень верно, не очень правильно понимаете слово сотрудничать. Потому что оно значит не то, что вы делаете что-то для других. А то, что вы используете других для своих целей. Вы хотите стать бизнесменом. Прекрасно. Но вы вряд ли станете бизнесменом в одиночку. Без взаимодействия с людьми. Без использования людей для своих целей. Просто потому, что бизнес – это всегда взаимодействие с другими. Это наличие партнеров, это наличие дистрибьюторов, поставщиков и прочее. Бизнес – это взаимодействие с людьми. Это взаимовыгодное общение с людьми. По-другому бизнес построить. Ну, конечно, не очень невозможно. И, соответственно, вам необходимо посмотреть на сотрудничество так. Сотрудничать и делать что-то для людей из чувства альтруизма не нужно. Этого вы делать не должны. Использовать людей для достижения своих целей и давать им стимул для того, чтобы они хотели вам помогать в том, что вы сами не можете сделать, все-таки нужно. Если цель, которую вы себе ставите, для вас действительно важна. И из этого мы делаем вывод, что помощь, бескорыстные действия для людей, не для вас пока. А вот, если вы видите, что вы с чем-то справиться сами не можете, привлечь других людей на помощь ради достижения своего, можно и нужно. Если вы будете этим скупиться, если вы будете это отрицать и отталкивать, то добиться чего-то вы не сможете. Не сможете, потому что один человек не способен делаться сам. Тем более в бизнесе. И нужно работать с людьми. Нельзя трудничать с ними, не помогать, а работать. То есть четко представлять цель. И вот на том этапе, когда человек может вашей цели соответствовать и приближать вас к ней, вы и этого человека придерживаетесь. А когда вы видите, что он свою миссию выполнил, и он больше вам не нужен, вы от него избавляетесь. Естественно, в мягкой форме, естественно, по возможности вежливо и прочее, оно избавляетесь. Он вам больше не нужен. Таким образом, вам нужно четко определить, что вы можете сделать сами, что вы не можете сделать сами, самостоятельно, в одиночку. И как можно использовать окружающих людей для достижения того, что вы сами сделать не можете. Чтобы добиться в итоге той цели, которая у вас есть. Вот именно так нужно понимать сотрудничество. Именно так нужно относиться к окружающим людям. И не тратить свои силы и ресурсы на альтруизм, если вы этого не хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Благодарю.